Добрый вечер, добрый вечер, наши гости, наши слушатели и добрый вечер Федан Ханум, мы очень-очень рады вас приветствовать, я от имени всех, я особенно рада вас приветствовать, потому что, ну как-то так получается, что все наши гости, помимо того, что нас связывает профессиональная деятельность, нас связывает и очень хорошие личные отношения, поэтому мне действительно очень приятно вас сегодня здесь видеть. Мы просто очень долго обсуждали, кого больше будет, кто это будет, аудитория все-таки студент или врачи, я не знаю, мы здесь не сможем, наверное, проголосовать, мне трудно увидеть, это студенты или врачи сегодня, но я думаю, по ходу мы определимся с этим, и от этого будет зависеть от того, что вас больше интересует, от этого будет зависеть, как потечет лекция. В общем, сегодня лекция такая интерактивная, она основана на фидбэках. Вот как пойдет, вот я думаю, что даже так будет гораздо интереснее, все очень не запланировано. Значит, Фидан Ханум, акшер-гинеколог в клинике в городе Бирмингем, более подробно она расскажет о себе и о своей клинике чуть позже. Я просто напоминаю вам, что мы отключаем все камеры, все микрофоны. Если Фидан Ханум задает вопрос, отключайте, отключайте. Если у вас есть вопрос, да, Фидан Ханум, вам не против, что вы бы ее перебивали, даже она за. Мы так обговорили, это приветствуется. То есть вопрос задавать по ходу лекции, нежели сохранять их на последок. Но, в принципе, возможны все варианты. Если вам удобно самому, окей. Если вы хотите написать в чат, и вам так легче, задавайте вопросы, я потом их озвучу Фидан Ханум. Наверное, все. Небольшое предупредение, что слайды будут, ну, текст будет на английском, но все, Фидан Ханум, все это подробненько, подробно все на русском нам предоставит. Вопросы, пожалуйста. Поехали, Фидан Ханум. Спасибо еще раз. Значит, немножко о себе. Спасибо, Зара, во-первых, за такую возможность здесь как бы выступить. И я только сейчас пытаюсь активизировать слайды, что-то у меня не получается. Сейчас, секундочку. Ну-ка. Да, получилось. Меня зовут Фидан Ханум. Я живу и работаю в городе Бирмингеме, который является вторым по величине после Лондона. Я работаю в больнице, которая называется Бирмингем Women's Hospital. Таких больниц всего две в Великобритании. Это в Бирмингеме и в Ливерпуле. Это больницы, которые оказывают специализированную помощь только женщинам и детям. У нас больница очень большая. Мы обслуживаем 50 тысяч населения. Это включает женщин, мужчин, которые приходят по поводу бесплодия и детей. У нас очень большое отделение генетики. Оно является первым в Европе. Мы очень гордимся этим. По вопросам родовспоможения у нас от 8,5 до 9 тысяч родов в год. То, что касательно себя, я там работаю на протяжении уже многих лет. Я закончила Азербайджанский медицинский университет и подтвердила здесь свой диплом. У меня три научные степени. Одна, которой я очень горжусь, и она весьма важна в Великобритании. Без нее, в принципе, невозможно работать в рукушествии гинекологии. Это членство в Королевском обществе апошер-гинекологов. И две научные степени. Одну, которую я подтверждала еще в Баку, моя кандидатская диссертация. А вторая уже здесь, в Вермиме, по поводу преждевременных дременностей и цервикального шва. Мы с Зарой долго обсуждали, решали, какая же тема будет наиболее интересная. Возможно, для молодых участников, студентов в будущем мы представим тему по поводу того, как подтверждать свой диплом, например, в Великобритании, стать здесь врачом и работать в разных отраслях. И, правда, это нелегко, и, может быть, в настоящий момент это даже очень сложно, но это возможно. Это вот одна из тем. И из всего того, что мы с Зарочкой обсудили, мы все-таки решили, что, наверное, мы склонимся к акушерству изначально и как бы обсудим ургентное состояние, то есть экстренное состояние в акушерстве и как заниматься их купированием. Но когда я стала составлять эту лекцию, я поняла, что мы пытаемся объять необъятное, и будет это очень сложный процесс. Поэтому я бы остановилась на том, прежде всего, что такое ургенная ситуация. Это ситуация, которая возникает внезапно, и у вас должен быть одномоментный, правильный ответ на нее, респонс, как говорят англичане. И для этого, я думаю, что все ургентные состояния в акушерстве делятся на акушерские состояния и медицинские. То есть, в принципе, акушерские состояния, я думаю, что здесь присутствуют врачи-акушерогинекологи, и понятно, что есть материнский шок, кровотечение, выпадение пуповины, дистенция плечиков, эмболия околовлодными модами, очень большое количество ургентных состояний. Из той литературы, которая на сегодняшний день есть, по крайней мере, в Англии, вот этот учебник, он является наиболее приемлемым и хорошо составленным, и используется нашими резидентами, врачами первого-второго года, а также акушерогинекологами более профессиональными. Он был выпущен в Оксфордке университетом, и является, относится к этой серии оксфордских маленьких учебников. То, что касается медицинских, как бы, ургентных состояний при беременности, то есть, может быть, у беременна, например, астма, или же у нее может быть какое-то состояние диабета, и у нее осложняется это состояние на фоне ее беременности. Ну, я сегодня не буду, конечно же, распространяться на все эти, по всем этим тематикам, и мы просто попытаемся ограничиться теми, которые наиболее часто встречаются. При любых ургентных состояниях здесь, в Великобритании, что очень удобно, они действуют по протоколу. И я знаю, что, в принципе, система протоколов, она в Азербайджане тоже, как бы, были советы по созданию этой системы, Министерство здравоохранения, по-моему, занималось созданием протоколов. И все, что я могу сказать, я знаю, что есть многие люди, которые против этого, но когда я приехала в Англию и стала работать в больнице, мне показалось, что это очень облегчает работу врача, особенно в экстренной ситуации, потому что как врач ты не оказываешься, ты здесь один. Англичане любят повторять multidisciplinary approach. Это означает, что ты работаешь в бригаде, то есть ты не только один акушер-гинеколог. У тебя есть реаниматолог твой рядом, анестезиолог, который постоянно твоя правая рука, у тебя есть акушерка, который здесь считается independent medical practitioner, то есть у них на все свое мнение, они ведут роды, мы как бы вспомогательные вокруг. И, разумеется, есть присутствие всех остальных, то есть мы работаем бригадой. То есть очень важно наличие протокола, наличие бригады, кто где и как оказывается. И когда ты конкретно знаешь, что, например, вот в такой ситуации, когда у меня кровотечение послеродовое, я знаю, что поэтапно, раз, два, три, четыре, пять, так что надо делать. И тогда, когда эти, особенно для резидентов, когда наизусть знают эти протоколы, любая ситуация экстренная очень быстро оккупируется. Очень важно еще, вот здесь в пункте есть документация. Я помню много лет назад, когда я еще начинала свою практику в республиканской больнице на 20 января. Одна из корифеев тогда, акушер-гинекологов, которым я обучала, она мне тогда сказала по-азербайджански, «Федушбах, яс, хэль ще яс». И тогда было это очень важно, я не понимала. И она мне объясняла, что история болезни пишется для прокурора. Она так говорила. И это сохраняет свою, в принципе, актуальность и здесь. Акушерство-гинекология, к сожалению, после нейрохирургии и пластической хирургии в Великобритании стоит на третьем месте по легитимности. То есть количество жалоб, особенно жалоб с выплатой денег, оно очень высоко. И это, разумеется, акушерство, а не гинекология. То есть все вопросы по выплачиванию за церебральный паралич тебя приходят и находят через 10, 20, 15 лет и говорят, что ты неправильно вела роды, и за счет этого у ребенка троечки в школе в дневнике. Но это лучший случай, а самый худший – это церебральные параличи. Поэтому в экстренной ситуации правильно действовать по протоколу, все документировать и иметь правильную бригаду. Последний вопрос – это вопрос тренингов и симуляций, что, скорее всего, будет весьма близко к ЗАРе, потому что я знаю, что у вас есть симуляционный центр, и понятие симуляции здесь очень и очень развито. И я считаю, что это правильное направление в области медицинского образования, потому что именно так мы можем подготавливать хорошие кадры. И у нас проводятся специальные тренинги для молодых врачей, и эти все экстренные ситуации просто вызубрены, в конце концов, наизусть. Наших можно ночью разбудить, и они знают, что после родового кровотечения, расскажи мне, что ты будешь делать. И он конкретно знает, я сначала зайду в комнату, а потом я буду делать А, В, С, Д и поэтапно. То есть я считаю, что протокол – это очень хорошая идея, и симуляция еще лучшая идея для медицинского тренинга. Когда стал вопрос, ну что же мне вам представить, с чего начать, я на этом слайде ушло одно предложение, и это предложение так, вопрос звучал. Почему умирают матери? Материнская смертность в мире, к сожалению, не падает. Материнская смертность, к сожалению, в мире отличается, в зависимости от того, в какой стране ты живешь. Англичане спрашивают, why mothers die? До сих пор, когда я этот вопрос задаю, у меня мурашки идут по телу, потому что это неприятно, когда знаешь, что каждую секунду в этом мире умирает женщина в результате родов. В Великобритании каждые три года публикуется репорт, он называется Embrace, настоящий момент, в котором статистически рассматриваются все данные по стране, то есть Англия, Wales, Северной Ирландии и Шотландии. И все эти даты вместе купируются, цифры, и статистически устанавливают, почему женщины умирают. Эти цифры отличаются по Европе и по всему миру. В Англии на ведущем месте после является тромбоэмболия, материнская, прямая причина материнской смертности. В Азербайджане, как и во многих странах, к сожалению, должно сказать, третьего мира, это кровотечение является непосредственной причиной смерти. Все, все, женщины все еще умирают в родах, потому что им вовремя не оказывают помощь от кровопотери. И поэтому, как бы, с самого начала я подумала про две экстренные ситуации в акушерстве. Это тромбоэмболия, что актуально здесь, и это кровотечение, то, что актуально на моей родине. Тромбоэмболия. Недавно наш колледж выдал, напечатал два больших протокола. Первый протокол по лечению тромбоэмболии в беременности, второй по профилактике тромбоэмболии. Я думаю, что многие критиковали советскую медицину, но у нее были очень хорошие постулаты, и у нее были очень хорошие, в принципе, была система здравоохранения в Великобритании, очень похожа на советскую, потому что у них очень важны моменты профилактики болезни, нежели их лечение. И проблемы диспансеризации, особенно в акушерстве, очень здесь актуальны. Так вот, то, что касается проблем профилактики, для тромбоэмболизма это очень важно. Ну, а то, что мы сейчас говорим про экстренные ситуации, это поступает больная у вас, и когда у вас возникает вопрос, возможно ли здесь тромбоэмболии. Это любые поступления с жалобой на боли в ногах, вы прежде всего думаете об эмболии сосудов нижних конечностей, и когда вы задумываетесь о слове тромбоэмболизм, вы прежде всего должны сразу выписать, у нас называется клексейн, то есть это низкомолекулярный гепарин, и проводится ультразвуковое обследование конечностей. Если подтверждается, оно приходит негативным, мы продолжаем лечение и повторяем его через 7 дней. И если опять-таки этот не подтверждается наличие тропы, тогда диагноз не подтвержден, и больная выписывается. Либо она уходит домой, и мы все равно, и мы ее больше не встречаем. Если у нас есть подозрение на эмболию легочной артерии, тогда это более серьезно, она должна поступить в стационар. Опять-таки начинаем низкомолекулярный гепарин. Проводится, разумеется, кардиограмма, сдается анализы, но самое главное, это проводится рентген в грудной клетке, и если есть подозрения на какие-то затемнения, тогда проводится, я перевела на русский, это называется по-русски КТЛ, то есть КТ легочной артерии. А если нет, тогда другой вариант – это вентилейшн перфьюжн скан. Я не знаю, как это по-русски. Да-да-да, так и здесь выполняется. Ну, слогой стандарт, да, КТ с ангиографией. Да, КТ, и если есть какие-то изменения на рентгене, тогда рекомендуется КТ. Если рентген приходит нормальный, тогда рекомендуется ВИК-скан. Но здесь любой шаг ты должен обсуждать с пациентом, и поэтому с больной надо обсудить вероятность того, что очень маленький риск рака грудной клетки, рака молочной железы при КТ, при беременности, он меньше 1%, а ВИК-скан, он ассоциируется с различными онкологическими патологиями у детей, тоже меньше 0,5%. И тут больная сама выбирает, какой она хочет скан. Это обязательно очень-то все обсудить с больной, задокументировать. Да, ну вот тромбоэмболия, разумеется, для нас очень важна. Она является, да, экстренной патологией для нас, и больные, как обычно, остаются в стационаре, мы их лечим. Многие из них, даже после подтверждения диагноза, если очень маленькая эмболия, они выписываются домой. В случаях очень опасной тромбоэмболии большой, мы, конечно же, не выписываем клексан, а мы выписываем амфракционный гепарин, который подается в системе. И в очень тяжелых случаях они переводятся в отделение реанимации, где уже хирурги решают вопросы хирургического удаления эмбола. Если это, например, эмболия одной из ягодичных артерий, феморальных, тогда их иногда даже ставится в магнетический катет. Любая больная, которая получает антитромбоэмболитическое лечение при беременности, должна его получить после родов в течение 6 недель. Если у нее будут индуцированные роды, клексан останавливается за 24 часа. И, соответственно, есть еще рекомендации, если у нее эпидуральная или спинальная анестезия, когда надо приостанавливать или когда надо заново восстанавливать тромбоэмболитическое лечение. Вот это по тромбоэмболизму, и я согласна, в принципе, здесь принять вопросы, если у нас какие-то есть. Опять-таки я говорю, я не углубляюсь, потому что тем очень много экстренных, я как бы попыталась затронуть каждую из них, у нас еще практически, по-моему, 10 или 8 обсудить, но на этом этапе я как бы готова принять, есть какие-то вопросы. Если у кого-то есть вопрос, вы можете писать сразу, чтобы на самом деле стало понятно, в какой из тем больше вы будете углубляться. Да, я так поняла, правда? Да. Следующая тема будет маточные кровотечения, как ургентное состояние. Если сейчас у кого-то есть по тромбоэмболии, какие-то вопросы, если нет, мы пойдем дальше. В чате ничего нет, наверное, мы можем помнить. Поехали дальше. Поехали дальше. Дальше у нас то, что является то, что все еще убивает матерей во всем мире, и, кстати, когда я говорила про статистику материнской смертности, одна из стран после африканских стран на ведущем месте по материнской смертности является Соединенные Штаты Америки. И, к сожалению, материнская смертность там высока из-за структуры их здравоохранения, потому что это все частное, и очень часто матери умирают, потому что невозможно им вовремя оказывать мужскую помощь. Опять-таки, если у нас имеется кровотечение, независимо от этого кровотечения, от предлежания плаценты, это кровотечение от отслойки плаценты, или же это послеродовое кровотечение, у вас все равно методика одна и та же. Методика, в принципе, ABCD, это Airways Breathing and Circulation, то, что на Западе очень любят использовать. То есть, прежде всего, когда вы заходите в любую комнату, где есть ургентная ситуация, вы оцениваете, насколько это для вас безопасно. А теперь, когда у нас есть COVID, это дважды важно, прежде чем зайти в комнату, мы спрашиваем, это больная, ну, даже спрашивать не надо, потому что у нас на тех комнатах, которые изоляционные боксы, и там есть COVID-ная больная, у нее будет заранее повешено. Но в любом случае, мы должны зайти и, так сказать, прежде всего, в вашу безопасность, как вы одеты, есть ли у вас защитная одежда. А потом это, чтобы Airways, это посмотреть, что больная может дышать, что у нее не заблокированные воздушные пути, что у нее есть циркуляция, что у нее есть, что сердце бьется, что у нее есть давление, пульс и насечение кислородом достаточное. Любая ситуация с потерей крови, обязательно нужно, чтобы у нее в вене были, значит, катетеры, как минимум два, больших, серых или белых, размер 14 френч, и подается теплая жидкость в растворы Гартмена или же физрастворы. У нас в родильном отделении, как и во всех родильных отделениях Великобритании, имеется маленький шкафчик, и присутствует резус-негативная кровь. Там всегда есть, как минимум, 5-6 литров крови, которую мы можем использовать в ургерном состоянии. Я всегда говорила, что меня всегда поражает здесь, это когда тебе нужна кровь, ты можешь просто поднять трубку, позвонить в банк крови, и тебе выпишут и пришлют в течение 15-20 минут, 15-20 минут, не только групп специфичную, но и антителоспецифичную кровь, и любые кровепродукты. Вот это всегда очень приятный фактор здесь. Кстати, донорство крови Великобритании, оно бесплатное, оно абсолютно волонтерское, и покрывает все аспекты здравоохранения. То есть, проблемы в крови здесь у нас не бывает. То есть, опять-таки, вернусь к кровотечению, осмотрели, себя защитили, осмотрели больную, в вены у вас есть аксесс, вы вливаете ей жидкости, если у вас нужна кровь, вы подаете кровь, и, разумеется, наблюдаете за больной. И кто-то все это все записывает поминутно, как я вам сказала. Из тех, которые встречаются при беременности, важнее всего отслойка плаценты. Отслойка плаценты, я всегда своим студентам говорю, и резидентам, что это клинический диагноз, и не надо вам никакого ультразвука, потому что очень часто многие из них, я смотрю, тащат машину ультразвука, чтобы просканировать. Отслойка плаценты всегда была клиническим диагнозом. Если у вас поступает больная, у которой боли в животе, которая не проходит, и на ощупь, при абдоминальном исследовании живот очень твердый, у вас падающее давление, увеличивается пульс, даже если у вас нет никаких кровяных выделений с половых путей, все равно ваш диагноз очень ясен. Отслойка бывает, как вот на этом кадре видно, она бывает маргинальная, небольшая, частичная и полностью отслойиваем плаценты. Это нехорошее состояние, оно может повести к потере плода и, к сожалению, к потере матери в результате синдрома диссиминированного мудресосмодистого свертывания, фибриногенемии. Поэтому, когда мы подозреваем плаценту, отслойку плаценты, опять-таки ABC, она дышит, у нее есть циркуляция, вы поставили канули, вы начинаете давать ей жидкость, и вы выслушиваете сердцебеение плода. Очень часто, даже при маленькой, даже при большой отслойке, сердцебеение плода еще все еще может быть нормальным. Поэтому не надо на это как бы покупаться, а надо диагностировать отслойку и сразу проводить кестеросечение. Я понимаю, что здесь, в условиях Великобритании, мы, разумеется, на Западе, это легче, потому что гестация, то есть срок беременности, для тебя не такой же имеет значение. То есть мы можем разрешить и в 28 недель, и в 26, и в 32, у нас очень хорошая неонатальная служба. Поэтому, соответственно, я должна предупредить, что мы идем на кестеросечение, пока в подслойке у нас предвременность, то есть у нас гестационный срок маленький. В последнее время, что мы стали делать, потому что мы стали давать им магнезию на до 34 недель. Стат 4 грамма магнезии, это где-то приблизительно 8 миллилитров, как леудинг-дос, потому что колледж опубликовал 2, 3-4 года назад опубликовал статью о том, что подача магнезии предотвращает церебральный паралич. И пока вы больную везете от вашего приемного отделения до операционной, поверьте, что одна доза магнезия может привести к очень хорошему результату brain protection на английском, то есть защита мозговых тканей на русском. Это то, что мы можем сделать для плода. И, разумеется, это оперативное вмешательство и родоразрешение кесарева. Все возмещение там кровопотери, это не только кровь, но это свежезамороженная плазма, это тромбоциты, это уже в руках таких людей, как Зарочка, потому что мы всегда работаем совместно с анестезиологами. И хотя у меня между ними такая маленькая пеленочка голубая, то есть я занимаюсь своим делом, родоразрешаю, вытаскиваю ребенка, зашиваю матку, но они работают на самом конце, и мы очень друг от друга зависим. Мы работаем бригадой. То есть отслойка плаценты, как я сказала, спасает кесаревое сечение, про магнезию никогда не надо забывать. То, что касается стероидов, раньше, для того, чтобы стероиды подействовали и примитивно для респираторного синдрома плода, мы даем их в двух дозах. Но они уже установили, для того, чтобы стероиды подействовали, нужно время. Поэтому, если у вас есть выбор перед тем, дать стероиды или магнезий, мы сейчас голосуем за магнезий, потому что таким образом мы хотя бы можем спасти детей от церебрального паралича. То, что касается послеродовых кровотечений, которые являются как бы бич материнской смертности, который будет к материнской смертности. Говоря о послеродовом кровотечении, всегда нужно думать про тон, травму, про чище, то есть это ткани, на английском, и тромби. В основном это всегда тон. То есть почему матка не сокращается, поэтому больная как бы кровит. Опять-таки, у нас в любом родильном отделении мы называем его колокольчик. У нас есть кнопка, которая, красная кнопка, в каждой родильной комнате, в операционной комнате, которую можно нажать, когда у тебя экстренной ситуации. И вот мы бежим туда, колокольчик звонит. Когда заходим в комнату, всегда нам акушерка говорит, что за ситуация. Разумеете, когда у вас больная кровит после родов, вы вбегаете в комнату, и вы сразу можете оценить по объему крови под больной или на полу, насколько это серьезно. Опять протокол. А, Б, Ц, Д. Один человек. В основном это бывает самый такой профессиональный, высокий чин акушера, то есть консультант, управляет ситуацией. Один человек записывает, и остальные врачи и анестезиолог, они помогают остановить кровотечение. Разумеется, мы надеемся, что у больной уже есть веникатетер, что мы уже даем ей все нужные жидкости, что у нее, мы повторяем, как бы измеряем давление, пульс каждые 15 минут, и мы даем ей кристаллой, где-то 3,5 литров нужно вливать при кровопотере от 500 и больше. То есть 500 мл и более литра кровопотери – это серьезное кровотечение. Как я сказала, если кровь, нужно переливание крови, мы заходим в наш маленький холодильничек, в котором всегда есть для нас кровь. Обязательно нужно засунуть катетер в мочевой пузырь, чтобы вы знали, сколько у вас мочи отделяется, и врач занимается массажем матки, удалением, если там есть застряли какие-то плацентарные остатки, мы даем окситоцин, всегда 10 единиц внутримышечно, либо внутривенно, и ставится окситоциновая система. 40 международных единиц окситоцина на 40 мл физраствора. Либо в некоторых больницах дают 40 мл окситоцина на 0,5 литра физраствора в определенной дозировке. Можно дать эргометрию, если у больной нету противопоказаний, такие как высокое давление. После ваших определенных изначальных мер, если ваше кровотечение не останавливается, после массажа матки, это от того, как вы дали эргометрию, на окситоцин и поставили систему, в последнее время мы очень часто стали давать треноксамическую, по-моему, по-русски так она называется тоже, по-русски называется циклокапроновая, вот, циклокапроновая кислота, мы ее называем треноксамик асет, она дается 500 мг или 1 г внутривенно, мы очень ее любим в последнее время, она достаточно дешевая и, в принципе, очень хорошо действует, потому что циклокапрон препятствует активации плазминогена и, соответственно, способствует свертыванию. Карбопрост мы очень часто используем, это как бы, это все ваше поэтапное действие в ургентной ситуации после родового кровотечения. Опять-таки, почему я останавливаюсь именно на этом, потому что это самая наиболее часто встречающаяся акушерская ургентная ситуация во всем мире. Карбопрост или по-другому его называется, он по-английски хемобейт, он является синтетическим аналогом простагландинов, и мы даем его 250 мкг, это ваша одна ампула, он может даваться каждые 15 минут. Там только есть одно противопоказание, это астма у женщин, у которых очень плохо астма, нельзя. Можно давать до 8 доз. И еще мы очень любим, и это сейчас очень пропагандируется, потому что, опять-таки, препарат очень дешевый, его легко можно найти и купить, это мизопростол. Мизопростол, он по, в Баку, он сайт-этек называется, по-моему. Мы даем его либо 800, либо 1000 мг, в основном даем в прямой кишку, то есть 4 или 5 таблеток. Он очень хорошо, очень хорошее ютеротоническое действие оказывает. В некоторых странах мизопростол дают перорально, но я считаю, что в состоянии ургентной, когда у больной может наступить шок, это не совсем надежно. Вот это после родового кровотечения, то, что у нас пока что консервативное действие. Если все это не привело к хорошему результату и ваша больная все еще кровит, тогда вы перевозите ее в операционную и уже в этот момент вы заказываете очень много крови в вашем банке. Как минимум 4 литра или от 4 до 6 литров крови, свежезамороженные плазмы. И в операционной это тоже важно для того, как мы больную везем в операционную, мы должны поставить ее в известность. Есть такие нюансы, которые, может быть, для Баку не очень важны, но мы здесь, здесь это приемлемо, любая больная, которая поступает в операционную, она должна подписать документ об оперативном вмешательстве. И даже несмотря на ургенную ситуацию, если она даже словами подтвердит, мы обязательно должны ей объяснить, зачем мы берем ее в операционную и что мы там с ней будем делать. Есть больные, которые отказываются, к примеру, от переливания крови. Но очень часто в ситуации, когда ставят вопрос жизни и смерти, ты говоришь, что вы сейчас умрете, они очень часто меняются. Да, у нас была такая больная. Ну вот, привозим в операционную и следующим этапом является осмотр больной. Всегда помните, что не только атонье, то есть по-английски, но еще и травма. Обязательно надо рассмотреть половые пути, что нет никаких разрывов влагалища, реже разрывы шейки матки, которые могут привести к кровотечению. И вот здесь на этом слайде представлены разные виды баллончиков, которые мы засовываем матку. Вот именно второй, чаще всего мы используем, он называется бакри баллон. Четвертый используется тоже часто, называется раш баллон. Опять-таки, я говорю, в тех странах, где их нет, к примеру, вот последний, раз, два, три, четыре, пять, пятый, это презерватив, который просто надувают водой и помещают его в матку. Просто интересно из наших зрителей, да, слушателей, ну и зрителей, да, просто мне просто интересно, в Азербайджане какая ситуация используется. Давайте спросим. Да, давайте. Но я просто вижу, что там есть гинекологи, если они даже не вскроются, я сейчас их вскрою, да, ну конкретно. Саадат Ханум. Используете такие? Используется ли это в Азербайджане? Если вы хотите ответить, вы можете включить камеру, микрофон, извиняюсь. Мочек приемник. Добрый вечер. Мочевой катетер вы имеете в виду? Да, да. Мочевой катетер у нас используется. Просто там объем, да я тоже задаваюсь вопросом. Объем маленький, но обычно до этого не доходит. Если уж берем нам в операционную, у меня вот как раз по этому поводу вопрос, раз я уже микрофон включила. Здравствуйте. Вот вас заставили. Я просто играла в 50. У нас уже заставили меня в микрофон включить. У меня к вам вопрос. Значит, есть ли кровотечение после кесарево сечения? Да. И консервативно это не помогает. И вынуждены идти на релеапаротамию. Достаточно ли бывает наложение компрессионного швов и перевязки маточной артерии не прибегать к гистроктомии? Или же обязательно, раз мы идем на релеапаротамию, обязательно нам запроизводить гистроктомию? Значит, после кесарево сечения, если у вас начинается, если больная все еще кровит, мы ставим наше первое действие это помещение вот этого бакри-балун. Здесь, разумеется, мы всегда более осторожно подходим, потому что мы всегда как бы знаем, что там есть рубец на матке, причем свежий, вы только ее зашили. И, возможно, вы будете надувать баллон не до 400, там, 350 миллилитров, а чуть меньше, 200-250. То есть, помимо того, что вы даете все утеротоники, там, окситоцин, троноксомическая кислота, карбопрост, мазепростол, а потом мы ставим баллон. И только после того, как баллон не приостановляет кровотечение, тогда мы предпринимаем решение о релиопаротомии. Когда мы идем на релиопаротомию, это будет мой следующий слайд, мы накладываем специальный шов, который называется белинч. Я не знаю, вы его накладываете или нет. Белинч именно мы используем. Белинч может, вы знаете, есть разные модификации белинча, а мы пытаемся наложить белинч. При этом я всегда говорю, что очень важна работа не анестезиолога, потому что, когда корректируется ваша фибриногенемия, которая уже, скорее всего, на этом этапе уже развивается потихоньку, то есть, замена кровепродуктов, это кровь и свежезамороженная плазма, очень важна. Еще при тяжелых маточных кровотечениях, после кесаревания, после родов, он, правда, очень дорогой, и мы его используем очень редко, это седьмой фактор крови. Она изначально использовалась у гемофиликов, а вот потихонечку мы сейчас стали использовать ее в акушерстве. Когда встает вопрос о том, что ничего уже не помогает, ни бакрии, ни белинч, и вам нужно идти на экстреп... Да, и вы перевязали одну из маточных артерий, и опять-таки это не помогло. Есть еще один метод, который используют до того, как идут на экстрепацию. Эта методика может использоваться только в тех больницах многопрофильно, где у вас есть, как англичане говорят, interventional radiologists, то есть радиологи, которые могут заблокировать, поставить, заблокировать подвздошную артерию специальным катетером. То есть они вставляют катетер через бедренную артерию, доходят до подвздошной артерии и блокируют ее, и ждут, останавливается кровотечение или нет. Очень часто мы делаем такие операции, то есть у нас напротив нашей больницы есть очень большая многопрофильная больница, как в Элизабет Хоспитал. Вот когда у нас есть, например, плановое кесарево сечение по поводу предлежания плаценты, и мы заранее знаем, что у нас большой риск того, что мы пойдем на экстрепацию, и чтобы эта экстрепация, как мы в кавычках говорим, была сухая, а не мокрая, мы вот катетеризируем бедренную артерию и подвздошную артерию вот этими специальными баллончиками. То есть это, в принципе, система такая же. Обычный катетер ставится, и он раздувается, да, раздувается конец этого катетера, и он блокирует сосуд, и таким образом у вас нет кровотечения. В наших условиях, особенно если я оперирую ночью, и у меня такой возможности нету, после билинча, если ничего не помогло, мы идем на экстрепацию. Предпочитаю полную экстрепацию, чем надвлагалищную ампутацию, потому что очень часто кровит вот этот остаток шейки матки. Большое. Спасибо большое. А здесь вопрос по тромбоэмболии, здесь вопрос по тромбоэмболии, вот есть клиники, в которых используют, вот диагностический центр. Здесь есть вопрос по тромбоэмболии, я не знаю, в конце их или сейчас, как вам удобно? Я отвечу, предпочтительный вид родоразрешения при риске тромбоэмболии. Значит, при риске тромбоэмболии мы пока не родоразрешаем. Даже когда у нас есть подтвержденная тромбоэмболия, то есть мы сделали КТ или ВИКЮСКАН, и вы знаете, что этой больной либо в легких, либо где-то в другом сосуде сидит эмбол, вы эту больную не родоразрешаете. Она находится на кликсане, в дозе, которая рассчитывается на килограмм массы тела. Либо инъекция дается один раз в день, либо она дается два раза в день, в зависимости от предпочтения больной. И, скорее всего, будут индуцированные роды, но мы пытаемся как бы продлить беременность. Если это тотальная большая эмболия и очень большой эмбол, и тогда угроза жизни матери, в зависимости от гестационного срока, преимущественным методом родоразрешения будет кестерево-сечение. Спасибо большое. Здесь по поводу эмболии околоплодными водами, но, по-моему, у вас будет об этом, да? Вы будете говорить. Да, это один из моих последних слов. Я могу ответить на этот вопрос. К сожалению, диагноз эмболии околоплодными водами ставится в морге, потому что это диагноз патологоанатома. а не акушер-гинеколога. Вы можете только заподозрить эмболию и, к сожалению, как таковому, пока что лечения от него нет. Слава Богу, что в процентном отношении это очень редкая патология, но любой шок и коллапс больной, особенно беременный, больной или же свежий после родов, первое, вы должны, конечно, думать об эмболии околоплодными водами, и здесь подход это реанимация матери. Если она все еще беременна, у вас есть до 5 минут произвести, на английском называется perimortem cesarean section, то есть как бы вы уже оперируете на полуумершем человеке, особенно если есть остановка сердца, до 5 минут. После 5 минут смысла нету проводить кесарево, потому что плод либо будет поврежден, либо уже будет умерший ребенок. И кесарево, то есть все выше 20 недель. До 20 недель, потому что очень часто поступают больные, которые даже не знают, сколько недель беременности. В принципе, у нас только протокол 20 недель и выше. Если подозрение на эмболии околоплодными водами, если она все еще беременна, это срочное родоразрушение кесарево, прямо там, где на месте она упала, и вы ее пытаете реанимировать. И для этого у нас как бы есть специальный такой троллей, на котором лежит все для реанимации и нож, скальпель. Понятно. А те, которые после родов, разумеется, там идет экстенсивная реанимационная служба. Это их реанимирует в зависимости от того, сердце остановилось или нет, нужна ли интубация или нет. Ну, эмболии околоплодными водами больной сложно спасти. Еще у меня вопрос, не вопрос, просто вот комментарий, да, не большой, по поводу вот этих бакрипус и протоколов. В принципе, протоколы по кровотечению у нас схожи. Не схожи, они одинаковы. Дозировки, этапность, все точно такое, кроме бакри. Вот там я среди участников написано, что мы бакри используем, но это клиника РДМ, то есть это крупночастные клиники, там, конечно, они могут. В государственных клиниках бакри, конечно, нет, и, естественно, если бы это было бы, было бы это наша палочка-выручалочка. Смертность, материнская смертность в основном происходит в государственных клиниках, в районах, в государственных клиниках, поэтому наличие вот этого бакри нам бы отсрочило время. Мы обсуждали святохан до этого, я так понимаю, что в Азербайджане ведущая причина, да, это все-таки кровотечение, причина смерти. Кровотечение, да, остается на протяжении очень многих лет. И с этим никак не могут, вот сколько боремся, вот этот протокол у нас почти, вот идентичный протокол, мы точно так и таким же снизить удается, в этом году снизилось материнство, я так думаю, потому что именно вот эта поэтапность, как мы проводим этапы, там, венок, вот все, что Федан Ханам говорила, да, все точно так же, только нет бакрей. Вот. Есть еще... Модификацию вам предлагают, модификацию. Есть, конечно, очень много факторов других, да, около организационных и так далее, но вот основной вот фактор, вот один из них, вот это тоже. Да, безусловно. Так, спасибо. Спасибо большое. Вот на этом слайде видно на пятый, пятый баллончик, это раздутый презерватив. Англичане использовали эти надувные презервативы для остановки кровотечения маточного и мезопростол. Мезопростол очень дешевый препарат, в принципе, достаточно хороший. Да. А еще, Фиданхан, у меня вопрос. Вот этот презерватив, его количество, наполнение какое? Объем, да? Я, честно говоря, не знаю, но я думаю, что больше 250 миллилитров дуркс хороший, наверное, не возьмет. 250 достаточно бывает, да? Да. Значит, Бакри, Бакри может брать до 400. Когда мы помещаем Бакри, он остается там обычно на 24 часа. И в завис... Следующий слайд, вот я как раз показываю, на следующем слайде, почему-то он не проходит, Зара, следующий слайд. Попробуйте. Туда-обратно, назад, вперед. Да, может так. Сейчас попробую еще раз. Попробуйте опять выйти из режима просмотра. Да, по-моему, срабатывает. В слайде видно, что очень важно правильно помещать Бакри-Балун, да? Бакри-Балун, вот здесь на первой картинке, ой, извиняюсь, сейчас я вернусь обратно. На первой картинке вот здесь показано, это правильное помещение, на втором неправильное. Видите, он съехал вниз. Бакри помещается, значит, одна рука находится, ну, если вы прав в шахт, находится во влагалище, по вашей руке скользит катетер, который вы помещаете прямо на дно матки. И потом ваш ассистент начинает потихонечку надувать этот Бакри-Балун физраствором. Ваша вторая рука вы пытаете два пальца поместить на шейку матки. И таким образом вы предотвращаете перемещение этого баллончика по мере того, как он наполняется, чтобы он не сползал вниз, чтобы он не выходил за пределы шейки, как это показано на втором слайде. Когда ваш баллон полностью помещен в матку, вы уже видите приблизительно, сколько больше он не возьмет, там, 200, 250, 300. Видите, что уже матка полностью тампонирована, кровотечение как бы приостанавливается. И что очень важно, после этого достать руку с влагалища и обязательно затампонировать влагалище. Специальные тампоны. Ну, там уже как бы на ваш выбор, что у вас под рукой есть, чтобы этот баллон как бы вниз не съезжал. И потом, если кровотечение остановилось, больная через этот баллон можно, значит, снова с него вытащить жидкой, через 24 часа. Некоторые акушер-гинекологи делают в два этапа. Половину через 24, основную, еще одну половину, оставшуюся через 12 часов. Это весьма индивидуально и все зависит от как бы насколько уже плохо было ваше, ужасно там, не знаю, как это сказать, было ваше кровотечение. Это то, что касается бакрии. Но это очень хорошее, сейчас есть даже, мы получили новую, новую модификацию этого баллона, он по-другому называется. И он, значит, у них более лучшие результаты, но он чуть подороже. Вопрос. Как влияет шов белинч на репродуктивную систему, а именно на вторую беременность? Значит, во-первых, если есть белинч, то мы рекомендуем беременность не раньше 18-24 месяцев, чтобы был перерыв между беременностями. То же самое, как мы когда делаем кесарево сечение, мы больным рекомендуем не беременеть раньше 18 месяцев. Ваш шов, который вы используете для белинча, должен быть обзогабл суча, то есть рассасывающийся шовный материал. Обязательно. Были такие случаи, когда хирурги совершали ошибку и накладывали нерассасывающийся шовный материал, и даже это приводило к некрозу матки. Поэтому обязательно нужно рассасывающийся материал, и если даете перерыв 18-24 месяца и правильно наложенный белинч, не оказывает никакое влияние на репродуктивную способность в том плане, что ваша полость матки бывает нормальная для приема, для имплантации. Понятно. Здесь вопрос по поводу аудитов. Мне кажется, это в конце мы можем к этому вернуться. Я могу ответить на этот вопрос. Давайте я как бы закончу с белинч. Да, я тоже так думаю. Вот здесь белинч в середине как бы 1, 2, 3, 4 показано, как заходит игла, как заходит, как выходит игла. Это наиболее часто распространенный белинч. Есть разные его модификации. Иногда могут накладывать двойной белинч. И это именно сдавливает матку и как бы приводит к компрессии. Вот мы используем такие на первом слайде вот здесь, видно на первой картинке. Мы используем вот эти вязаные маточки, мы их называем. Опять-таки, Зара, это к вопросу о симуляции для вот резидентов, потому что, в принципе, само по себе наложение шва, белинч является как бы не очень частым явлением в акушерской практике. Мы это делаем редко, слава богу. И за счет этого как бы теряются навыки. Поэтому, чтобы навыки сохранить или чтобы научить молодое поколение, вот мы используем такие забавные вязаные маточки. милаш, милаш, да. Да, Хану в тот раз это предлагала, между прочим. Я думаю, откуда это? Я не предлагала. Супер, Да. А здесь, Ильич, вопрос, проводите ли конфиденциальный аудит по материнской смертности? Да, разумеется, проводите. Вот этот мой слайд по Embrace. Embrace это конфиденциальный аудит по материнской смертности в Великобритании каждые три года. Как насчет обратной связи между аудитом и рядовыми врачами? Разумеется, огромное влияние оказывает. Несколько лет назад ведущим фактором, прямой, прямым показателем, воздействующим на материнскую смертность был сепсис. И это привело к тому, что во всех больницах, во всех родовых отделениях стали, значит, везде на стенах стали вешать эти протоколы по поведению сепсиса, нам везде читали эти лекции про сепсис, в общем, нам прожужжали все уши про этот сепсис, потому что как бы, ну, Министерство здравоохранения, здесь оно называется Department of Health, дало директиву потому что у нас неправильно, мы лечим больных, что-то происходит не так, что у нас женщины умирают от сепсиса, особенно после родового. И это изменяет, разумеется, это меняет структуру родосуможения, и когда предпринимаются определенные шаги, это улучшает показатели. Но здесь не скрывают статистику, здесь нету один пишу, два уме, поэтому все, что пишут, это правда. И вот потом как бы сепсисом все закончилось, стали хорошие показатели, через три года очередной как бы вот этот аудит материнской смертности и прямым, следующим прямым показать, то есть direct course of maternal death, он по-английски называется, потому что есть еще indirect course. Direct course оказалась тромбоэмболия. И сейчас вот на протяжении многих лет она остается ведущим фактором при материнской смертности. Ведущим, как это правильно сказать, Зара, ведущим? Ведущим фактором, да, причиной смерти, ведущая причина по материнской смертности, это тромбоэмболия. Аутопсия по умолчанию всем, да, это не обсуждается, да? Аутопсия всем. Даже у нас, как бы, вот, например, в Бирмингеме здесь очень много мусульман, да, людей из пакистанского происхождения и так далее, которые, в принципе, не признают скрытие, но это, как бы, они называют coroner's case, то есть любая смерть, в больнице, в частности, если мы сейчас говорим об акушерстве, любая смерть должна иметь пост-мортен, должна иметь патологоанатомическое заключение. Без этого вам не разрешат похоронить. Спасибо. Чургентное состояние это преклампсия. Преклампсия, как и все состояния при беременности, то есть с повышенным давлением, это повышенное давление, хроническое повышенное, гипертензия, гипертензия до беременности, гипертензия, возникающая как результат беременности, с наслоившейся преклампсией, эклампсией, это огромнейшая тема, и это просто, скорее всего, лекция, доклад на, не знаю, несколько часов, поэтому я просто очень коротко скажу о том, что наш любимый препарат это лобиталол, метилдопа мы используем, но в последнее время она ассоциируется с депрессивными состояниями, поэтому она не является главным препаратом, лобиталол и нефидипин, если больная поступает, и у нее есть признаки преклампсии, высокое давление, протеинурия, у нее есть симптомы преклампсии, если вы забираете анализы и подтверждается, что у нее высокий протеин в мочее, что у нее падают тромбоциты, у нее аномальные печёночные ферменты, и если ваше давление не падает в результате медикаментозного лечения таблетками, тогда мы ставим систему внутривенную лобиталола или же гидролазина, но до всего этого для нас очень важно это магнезия, магнезия дешево, доступно, старый использованный метод мы даем как болус 4 миллиграмма, который 8 миллилитров, обычно подается в маленькой системе на 12 миллилитров из раствора, и потом ставится больше как бы полностью мейнтенанс дэмс, и там подается 1 грамм в течение часа, в течение 24 часов. При эклампсии они все у нас находятся в отделении интенсивной терапии, внутри родильного отделения, жидкость ограничивается 85 миллилитров в час всех жидкостей, если вы считаете, что вы будете родоразрушать больную, что является лучшим лечением при эклампсии, тогда больная у вас не ест, не пьет, и эти все 85 миллилитров в час будут все ваши медикаментозные медикаменты, все ваши системы, которые подаются внутривенно. Разумеется, мы наблюдаем за плодом, при этом, и что очень важно, что магнезия, есть особенно ранние дистанции, он будет не только положительно действовать на вашу при эклампсии и как бы предотвращать компульсии, но также будет являться протектором мозговой ткани, если вы будете родоразрушать плод рано. Если у вас при эклампсии, разумеется, на более поздних сроках беременности, в частности, там уже за 36-37 недели и больная у вас как бы отвечает на ваши реанимационные мероприятия, тогда, в принципе, вы можете думать об индуцированных родах, особенно, если она повторно родящая, и у вас шейка мягкая, слегка открытая, уже короткая, вы можете дать ей внутривлагалищные простагландины и родоразрушать, потому что, опять-таки, лечение – это родоразрушение. И всегда, опять-таки, мы работаем бригадой, мой анестезиолог будет рядом со мной, очень важно оповестить детское отделение неонатальное, особенно, если вы родоразрушаете на более ранних сроках беременности. Значит, про магнезию мы сказали, что очень важно, опять-то моя презентация здесь застревает, идем дальше. Самое важное – это не перекапать. Больная должна, как мы говорим, больная должна быть сухенькая, потому что проблема при эколомсии в том, что это переливается и вызывается отек легкого. Вот это то, чего мы не хотим. Поэтому 85 мл в час – это ваша доза, 80-85 мл в жидкости в общей сложности. Что очень важно или более важно, особенно после родоразрушения, когда, в принципе, есть кровопотери, вы хотите заместить потерянный объем. Отек легкого является причиной смерти при тяжелых состояниях эколомсии и при эколомсии. Поэтому fluid management, то есть как подается внутривенные растворы и жидкости очень важно. Есть здесь вопросы по эколомсии? Опять-таки по поводу при эколомсии и эколомсии. Да, вот здесь в чате есть метилдопа. Почему не является препаратом? Я не видела. Метилдопа в последнее время вызывает депрессивное состояние связанное с депрессией. Поэтому особенно если принимается в период длительной длительной вынужденной применять. Ну, в принципе, да, если, например, в антинатальном периоде больнее надо держать давление низкое, то раньше назначали метилдопа, она была очень хорошим препаратом, и мы долго пользовались, побочных эффектов мало, а потом установили, что вызывает депрессивное состояние, особенно в послеродовом периоде, даже если принимались во время беременности. Поэтому препаратом выбора сейчас является лобитолол. А лобитолол либо, ну, у нас много разных выходцев из разных стран, вот афрокарабинство, выходцы с Африки, они почему-то по какой-то причине не плохо реагируют, вернее, просто давление не снижается лобитололом, для них препарат выбора является нефидепин. Но его с магнезием нельзя сочетать, да, если не ошибаюсь? Магнезия применяется только лишь при купировании при эклампсии либо эклампсии. Я, кольцовый блокадр и магнезии вместе, да, по-моему, противопоказанные. Да, то есть при купировании эклампсии как судорожного состояния, первое вводится магнезия, внутривенный лобитолол, либо внутривенный гидролозин для понижения давления. Но самое главное лечение эклампсических судорог это магнезия. Да, понятно. Да. И если, разумеется, она у вас в сущих конвульсиях и вы никак не можете купировать этот приступ, тогда либо диазепан, либо лоразепан внутривенно. Раньше мы часто использовали, сейчас все меньше и меньше, потому что обычно до этого у нас не доходит. Ясно. Спасибо. Здесь, по-моему, еще какой-то вопрос. Магнезием терапия. Как вводится? Как, еще раз. Как вводится? Так, значит, магнезия, значит, у нас вводится так. Мы даем изначальную дозу, это 4 миллиграмма. 4 миллиграмма это 8 миллилитров. 8 миллилитров, значит, есть два варианта. может подаваться в 500 миллилитрах физраствора, либо в 12 миллилитрах физраствора, в зависимости от того, какая у вас система. Капельница или же в сириндж? Перфузор, да. В астериль драйвер, да? Да, перфузор, да, на перфузор. Перфузор. Вот если сириндж-памп, он называется, тогда у вас получается 12 миллилитров и 4 грамма это 8 миллилитров магнезия, loading dose. А если у вас растворчик такой, как капельница, тогда 100 миллилитров физраствора и опять-таки 4 грамма или 8 миллилитров магнезия. Это первое. В течение какого времени? В течение 15 минут. В течение 15 минут. Поэтому, в принципе, вот когда мы очень часто больных берем макеты по сечению, например, мы больную готовим. Например, у вас пришла отслойка, и вы знаете, что там, не знаю, 32 недели у вас отслойка плаценты. У вас, в принципе, от момента диагноза, как вы интубируете и вытащите ребенка, у вас в любом случае вы должны это сделать, мы должны это сделать за полчаса, 30 минут нам дано на категорию первую кесарево сечение, экстренное керосево сечение. И эти 15 минут из них у нас специально одна кушетка, которая будет только занята приготовлением магнезии, вот этот доз, потому что это хорошо предотвращает церебральный паралич. Это уже доказано. Мне так хочется, чтобы вот в Азербайджане, чтобы это узнали, потому что здесь это знают, и даже несмотря на то, что это знают, в последние 2-3 года это знают, и не так широко используется. У нас кричат об этом на каждом углу, потому что церебральный паралич нас убивает. как жалко те семьи, и, конечно же, вот раз выплачивает огромные деньги. То, что касается эклампсии, после того, как дали вот эту изначальную дозу 15 минут, потом мейтенанс доз ставится 1 грамм магнезии в каждый час, как минимум на 24 часа ставится перфузия. Понятно. Здесь по поводу инфузии, да, антиорез деметаблика севарса, инфузия ансуреатесис, вы сказали себя 6-7 минуты. Хаштат, хаштат беш, саакта. И когда вот, например, в послеродовом периоде уже вы разрешаете больной пить, есть и так далее, вся та жидкость, которая поступает перорально, она тоже учитывается в эти 85 миллилитров. А, пероз тоже, пероз тоже. То есть я объясняю, что если, например, до родов понятно, что вы ей ничего не даете ни кушать, ни пить, она милбаймал, она ничего не пьет, не пьет. Все, что у тебя внутривенно идет, это рассчитывано, там, например, на беталол, гидролазин, магнезий, то есть только внутривенные. Да, все перфузии. Да, когда вы ее уже в роду разрешили, например, она вот только пришла после операционного зала, у нее может быть оксцитация в системе идти для того, на определенном этапе вы разрешаете ей уже чуть-чуть пить воду. Это количество, то, что идет пероз, оно тоже учитывается. Понятно. И таким образом, у меня вопрос. Предотвращается отек легкого. Алло? Да, да, пожалуйста. У меня вот вопрос меня вот заинтересовал, честно говоря, я это первый раз услышала, что магнезия защищает мозг ребенка, очень прекрасная такая информация. Вопрос, вот если мы берем по поводу этого на кесарево сечения и за 15 минут до кесарево мы ввели магнезию, риск кровотечения не увеличивается во время кесарево сечения и после него? Да, вы правы. Магнезий, например, он в Америке все еще продолжает магнезию использовать для лечения преждевременных родов. То есть у нас, например, мы часто используем не фидипин, а тосибан, а американцы любят магнезию. Да, это в какой-то степени приводит к... Потому что магнезия расслабляет миометрию. Это в какой-то степени вы знаете про ваш фактор риска, что у вас, если вы идете на кесарево, что у вас чуть-чуть, может быть, выше уровень кровотечения, риск кровотечения в этом конкретном случае. Но когда вы взвешиваете свой риск церебрального паралича, который может развиться при кесарево сечении, когда вы достаете 32-недельного ребенка или 28 недель versus риск того, что она будет чуть-чуть кровить и в вашем, так сказать, арсенале есть окситоцин, эргометрин и так, тронексамическая кислота и все остальное, разумеется, вы решаете в пользу магнезии. В данном случае можно даже применить профилактический Белинч на всякий случай, да? А я думаю, что Белинч профилактически лучше не использовать. Использовать, да? Нет. Даже если мы знаем, что будет риск кровотечения и так далее. Нет. Когда вы знаете, то есть профилактика очень важна, когда вы знаете, что у вас высокий риск кровотечения, вы начинаете кесарево, вы заранее анестезиологу говорите, что он дает не 5 кубиков окситоцина, а 10 внутривенно, и что он сразу ставит систему 40 на 40 мы ее называем, 40 кубиков окситоцина, 40 миллилитров физраствора. Чтобы я всегда это говорю заранее, все мы это говорим заранее, чтобы когда уже во время вашей операции вы даже его не спрашиваете. Иногда спрашивают, подключил окситоцин, но он просто кивает, говорит да. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Следующий, слайд, это дистанция плечиков, опять-таки, это редкая очень патология, но это то, что я не знаю, это каждый акушер не очень любит, я очень не люблю это состояние, потому что в принципе есть 5 минут, чтобы родоразрешить. Все прекрасно знают акушеры, объяснять здесь не стоит, что когда рождается головка, а поворот внутренних плечиков не произошел, называется дистанция плечиков. Недавно у меня был очень смешной случай, у нас все еще, не все еще, вернее, у нас из 15 родильных палат две имеют бассейн, то есть для родов в этом, в воде. и вот у нас были такие роды в воде, и вдруг нашел этот колокольчик, про который я говорила, ургенный колокольчик зазвенел, и, значит, мы вбежали в эту комнату, и там была дистанция плечиков, значит, больная рожала в воде, и акушерка пыталась, значит, родоразрешить, головка вышла, а плечики застряли. В принципе, это очень сложная была ситуация, потому что вода, все очень скользко, то есть очень, как бы, небезопасно все это было, и первое мое желание было, как здесь и написано, это тракция вниз, ну, за счет этой тракции вниз все и произошло, и слава богу, но в результате, значит, я все оказалась полностью мокрой, потому что я стояла в этой воде, и мне, в общем, я пошла, мне пришлось переодеться, это был самый такой легкий вариант, я не люблю дистанцию плечиков, самое, когда у нас звонит наш колокольчик, мы вбегаем в комнату, опять-таки, один человек всегда отвечает за то, что какие мы маневры делаем, он просто говорит конкретно, пошла первая минута, пошла вторая минута, то есть мы знаем, что у нас есть 5-6 минут, все, все, что у нас есть в запасе, и этот человек просто стоит как глашатый, и нам оповещает о времени, и также оповещает о том, что мы должны делать, потому что тот человек, который непосредственно, акушер, который занимается поворотом плода и всеми этими действиями, это настолько волнующая ситуация, что ты не можешь думать обо всем остальном, что происходит вокруг тебя. Третий человек пишет вот эти три важные личности в комнате, ну, и все остальные там вокруг крутятся, помогают. И при дистанции плечиков очень важно, это правильно, я не знаю, как Бакот называть, у нас называется Мак-Робертс позиция, то есть, когда максимальное привлечение ног к плечам, коленные суставы идут к плечам, за счет этого увеличивается как бы полость таза, и легко достать ребенка, если это не произошло, тогда я лично всегда предпочитаю доставать заднее плечико. Да, еще обязательно мы знаем, с какой стороны находится спинка, и с этой стороны кто-либо, кто находится рядом с матерью, оказывает такие вот последовательные движения, там, полочковые движения, чтобы как бы дислоцировать это застрявшее плечико. И если вот в этом случае оно уже не, ребенок не рождается, я предпочитаю всегда идти за заднее плечико, за заднюю ручку, хорошая такая эпизиотомия, чтобы опять-таки увеличить полость и попытаться выделить заднюю ручку. Если заднее плечико у вас не выходит, тогда мы всегда говорим, как я учу своих студентов, два пальца на переднюю поверхность заднего плечика и два пальца на заднюю поверхность переднего плечика. И вы пытаете как бы антискру маневр, это называется, то есть по часовой стрелке перевернуть. Если не помогается, меняйте пальцы и против часовой стрелки. Ну, в принципе, если вы уже достигли этого момента, то шансы вытащить этого ребенка не очень высоки, и ваш исход, скорее всего, будет весьма плачевный. Есть то, что мы знаем по протоколу, но я лично никогда этого не делала, это симфизиотомия. Если у больного есть эпидральная, прекрасно, если нет, общий, то есть местное обезболивание, скальпелем разрезается симфиз, и в принципе, в этот момент должно, таз должен раскрыться, и вы должны достать ребенка. Зевенелли, наверное, никто никогда не делал, кроме Зевенелли самого. Может, тоже он его никогда не делал, просто описал. Это головка обратно вставляется в матку, и вы идете на кесарево сечение. Понятно, что живого ребенка там достать невозможно. И есть вариант поломки ключицы. Я видела, сама не делала, но видела такие случаи и, в принципе, были достаточно неплохие исходы. Так, следующий слайд. Следующий слайд это выпадение поповины. Опять-таки редкая патология, поэтому эти редкие патологии я поставила в конце. Есть понятие предлежания поповины, есть понятие выпадения поповины. Предлежание поповины это когда ваши еще воды не отошли, а выпадение поповины разумеется когда воды отошли и про внутренние исследования вы смотрите какое открытие и вдруг вы видите выпавшую поповину. Все манипуляции с поповиной весьма нежелательны. Если ваши руки уже, так сказать, пальцы во влагалище, все, что вы можете сделать, это приподнять предлежащую часть, в данном случае, например, головка. У нас многие роды здесь проводятся на дому. То есть роды беременность низкого риска они предпочитают рожать дома. На такие роды обычно идет акушерка со своим чемоданчиком. В этом чемоданчике всегда есть мочевой катетер и литр физраствора, либо литр гарплана. Он рассчитан именно на такие случаи, редкие. Она покупает это время и за счет того, что в течение этого времени приезжает скорая помощь. Это то, что делают на дому. А в больнице вы не вытаскиваете свою руку, вы просто говорите «Мы идем в операционную на срочное родоразрешение». И вы берете больную на кестерое сечение. Если у вас трудное открытие, тогда, особенно если больная повторно рожащая, тогда вы можете потихонечку заправить пуповину и наложить быстро щипцы или же в вакуум в зависимости от того, какой инструмент вы любите и как низко находится головка. А если, разумеется, у вас неполное открытие, то манипулировать пуповиной лучше не стоит. Все, что вы можете сделать, это просто двумя пальцами приподнять приближающую часть плода. Есть разные факторы риска, о них я не буду упоминать, при которых может наступать, почему наступает выпадение плода. И, разумеется, еще один вариант, что можно сделать, это вкрынуть больную в колено-локтевое положение, трендельбург, за счет этого, за счет, так сказать, может прилежащая часть тоже сместиться. Ну, этот слайд как бы суммирует то, что я сказала, трендельбургское положение, колено-локтевое, ваш вакуум, ваши щипцы, если у вас... Вакуум используют до сих пор, я извиняюсь. Вакуум... Да, я просто прошу не могу. Конечно. Вакуум... Значит, говоря об инструментальном роде разрешении, наложение инструмента, то есть выбор инструмента, это решение акушера, человека, который накладывает инструмент. Я очень, например, люблю щипцы, потому что я считаю, что щипцы, они наименее травматичны для плода. Это очень хорошо спроецированный инструмент. Я люблю щипцы. Вакуум не так, но есть случаи, когда я накладываю вакуум. Например, вы заходите в комнату, упало сердцебеение плода, головка практически уже на выходе из таза, то есть на уровне плюс один, плюс два. В данном случае использование щипцов будет весьма травматично для матери, для тканей, для влагалища, ваш риск разрыва промежности третьей степени и так далее. То есть в этом случае я наложу вакуум. Если, например, мне нужно, я посмотрю больную внутрь, опять-таки, меня надо разрешать по поводу того, что упало сердцебиение, фитальный дестресс, но головка еще не повернулась, и у вас либо слегка асинклетическая головка, либо она лежит у вас как бы, да, в транзиторном состоянии, и ее надо повернуть, иногда рукой невозможно повернуть, и тогда я тоже использую вакуум. Здесь его как бы преимущество в том, что вы можете повернуть и родоразрушить. Вот эти два случаев, в которых я, ну и как другие акушерогинекологи любят использовать вакуум. Вакуумные насадки разные. Мы используем КИВИ, он называется K-I-W-I, который, который был разработан канадцем. Очень хорошая, удобная насадка КИВИ, и там, когда ты, он, последняя разработка, мы и видим давление, какое именно, когда вы насаживаете эту вакуумную головку, видите, именно сколько давления, мы реже и реже все еще реже используем металлические чашечки. Есть еще силиконовые, большие силиконовые, но они тоже практически уже выходят из моды. Это в основном пластиковые, вот эти пластмассовые киви-капс и для вакуумного родоразрушения. А каковы последствия для ребенка? Я просто я извиняюсь, что перебиваю. Акушеров, да, простите. Последствия для ребенка. Во-первых, мы предупреждаем родителей, что после вакуумного родоразрушения бывает отек мягких тканей, который называется шиньон. И мы всегда предупреждаем, что этот шиньон исчезнет через 72, 48, 72 часа, чтобы у них не было шока. Потому что, особенно, когда производится ротация, и эта кап, эта штучка, эта насадка долго бывает на мягких тканях, происходит отек. Очень важно дифференцировать, особенно не анатологи будут знать, шиньон от кефлогематомы. Но опять-таки есть возможность кефлогематомы. Больше, выше с вакуумом, чем со щипцами. Если неправильно наложенный вакуум, то есть там есть определенные методики наложения вакуума, если он неправильно расположен, вы никогда не сможете родоразрушить этого ребенка, потому что вы не в правильной плоскости будете тянуть. При неправильном расположении чашечки может быть разрыв мягких тканей тоже, лассерейшинс, ранка, достаточно глубокие иногда бывают. И самое ужасное это кефлогематома. Ясно. Спасибо. Спасибо. Этот термин мне пришлось в словарь залезть, чтобы по-русски выворот матки. Выворот матки тоже очень редкое состояние. Опять-таки, если звенит наш колокольчик, у нас ургентная ситуация. И если после родоразрушения, у нас часто бывает, акушерка родоразрушила, и торопится сдать смену. И вот она торопится сдать свою смену, быстро начинает дергать эту плаценту, чтобы скорее плаценту отделить и все, помыть ручки, пойти домой. И когда вот это несвоевременное отделение плаценты приводит очень часто к вывороту матки. И если вы зашли в комнату, и у вас вывороченная матка, и плацента еще не отделена, ни в коем случае плаценту отделять нельзя. Это все акушеры, надеюсь, знают. Нужно заправить, если это произошло прямо в тот момент. Очень неплохо было бы, если у больных есть эпидуральные, а если нет, то вся эта манипуляция может привести к шоку, к болевому шоку. Поэтому советуется, если у вас у больной нет никакого обезболивания, лучше все эти вставления в правление производить в операционный, под спинальный, либо под общим наркозом. Есть методика Сио-Силивана, это когда вы помещаете свою руку в задний свод, помещаете катетер, и через катетер потихоньку начинаете наполнять жидкостью задний свод, и как бы за счет наполнения влагалища жидкостью матка сама по себе потихонечку вправляет. И только уже вправленная матка, в ней можно произвести отслойку плаценты, мануальную отслойку. Очень неплохо было бы в таких условиях тоже дать токолитики, к примеру, токолитики, которые будут расслаблять матку перед тем, как ее вправить. К примеру, мы используем тербуталин, он является бета-адреномиметиком, и 250 микрограмм одна ампула оказывает достаточно хороший результат и моментально. Амниотическими водами мы как бы об этом уже говорили, то здесь попадание амниотических вод в циркуляцию матери вызывает иммунологическую прежде всего реакцию, это механическая абстракция, и приводит к активации системы комплимента, и таким образом приводит к внутрисосудистому свертыванию, свертыванию, и гипоксии матери, сначала развивается правая сердечная недостаточность, а потом левая сердечная недостаточность, и наступает смерть. Здесь у нас поступил какой-то вопросик, по-моему. Я не вижу. Если я не ошибаюсь. У меня нет. Он исчез. Нет? Есть вопрос. А, где вы видите? У меня нет. Насколько эффективна такая методика? Это по поводу по поводу этого, по поводу вправления матки? Да, при вывороте. Усиливана, она не очень эффективна, особенно при повторно рожащих, потому что вы выливаете жидкость во влагалище, и она у части его можно потеряна. Самое лучшее, мы редко используем, мы лучше берем в операционный, даем общий наркоз, и при общем наркозе, либо при спинальной анестезии, мы вправляем матку. Почему говорю общий наркоз? Потому что это просто быстрее, особенно при болевом шоке, вы хотите скорее, чтобы больную вывести из болевого шока. Спасибо, и вам спасибо. По-моему, мы закончили зараханом. Да, правда? А нет, разрыв матки, да, разрыв матки, разрыв матки тоже как бургерное состояние, есть как бы с левой стороны столбик, который предоставляет различные факторы риска, то есть, когда больная поступает в стационар, вы приблизительно уже знаете, есть у нее факторы риска для разрыва матки или нет. Самые наиболее распространенные в наши дни, когда все увлечены глубоко кесаревым сечением, это предыдущие кесаревые сечения, хотя, в принципе, я считаю, наверное, в Азербайджане не так распространены вагинальные роды после кесарева, здесь, в Англии, они являются сторонниками этого, и у нас очень много больных, которые после предыдущего кесаревого сечения одного, разумеется, идут на вагинальные роды разрешения, и таких больных есть небольшой, но все-таки существует риск разрыва по рубцу. Иногда идет разрыв по рубцу, иногда идет разрыв вне рубца. Все знают признаки, которые, по которым можно заподозрить это состояние, это очень сильные боли в животе, непрекращающиеся, даже между схватками, даже если у больной есть эпидуральная, она все равно будет в какой-то степени ощущать боль, это кровотечение, иногда может быть, иногда нет, в зависимости от того, где произошел разрыв, больше крови будет собираться в брюшной полости, нежели чем выходить через влагалище, и, разумеется, это отклонение в сердцебене плода, то есть, если у вас больная находится в родах и находится на кардиотокограмме, то у нее будет определенное изменение на кардиотокограмме плода. Как только вы заподозриваете, что у вас есть вариант разрыва, вы должны срочно больную взять в операционную для ургентного рода разрешения кесаревого сечения. И в зависимости от того, где ваш разрыв, вы его либо зашиваете, либо вам приходится часто идти на экстрипацию. Ну да, вот здесь это все, что я сказала, здесь объединено в этом слайде, опять-таки, очень редко встречается, всего лишь 0,3% на тысячу, это достаточно редко, в принципе, разрыв. Ну вот, вроде бы мы так лопом рассказали. Да, отлично, супер. А если есть вопросы, да, давайте, пожалуйста, у меня есть, я приберегу немножко. Так, спасибо, спасибо вам. Здравствуйте, можно спросить? Да, конечно. Значит, я хотела бы спросить по поводу гипертонуса при беременности. Очень часто на практике, ну, я очень извиняюсь, вначале, я пока не врач, акушер-гинеколог, но на практике рядом с акушерами-гинекологами, они выписывают утражестан. Когда мы проходили акушерство-гинекологию дистанционно, нам наш куратор сказала, что очень часто после применения утражестана, потом впоследствии у детей бывают неврологические расстройства. Это все-таки подтверждено или нет? Прежде всего, понятия гипертонуса в современной, на Западе не существует. У нас нет такого диагноза гипертонуса. Как вы его диагностируете? Мне просто интересно. Нет, я студентка четвертого курса, просто нам объясняли, что если смотреть на УЗИ и если матка в форме восьмерки, то это показывает гипертонус, и они выписывают беременным женщинам утражестан. Но наш куратор, которая вела в этом году акушерство и гинекологию, сказала, что впоследствии при развитии этого младенца, когда он будет уже в 3-4 года, либо когда он подрастет, у него будут неврологические расстройства после приема. Я поняла. Во-первых, такого понятия в нашем акушерстве понятия гипертонуса не существует. Состояние восьмерки может быть только лишь при родах, когда образуется кольцо, и это бывает от неправильного вставления предлежащей части в полость матки. И у вас наступают обструктивные роды, и за счет этого ваша матка приобретает форму песочных часов. И вот это кольцо знаменитое в середине, обструкционное кольцо. Понятие гипертонуса, если вы откроете любой учебник современный, кроме бывшего постсоветского пространства, оно не существует. И понятие папаверин, шамой, ножпа и так далее, мы далеки от этого. Такого диагноза нету. Как и от другого диагноза, как, например, мутные околоплодные воды. Вот я, например, помню. Да, это слышим часто. Это тоже очень интересный диагноз, которого тоже современное обушество мировое не знает. есть понятие доплеров. Мы делаем доплеры пуповинной артерии, центральной церебральной артерии, печеночной артерии. Очень важен доплер центральной церебральной артерии плода, который позволяет установить, есть гипоксия или нет. И мы делаем вот этот PI, он называется по-английски, то есть индекс резистентности. И по индексу резистентности в центральной церебральной артерии плода устанавливается гипоксия этого плода. Плод страдает или не страдает. Понятия мутных околоплодных вод нет. Очень многих понятий нет. Просто у нас лекция посвящена другому. Например, не стоит лечить таксоплазмоз, не стоит лечить перенесенный герпес, старый таксоплазмоз. Плазмоферез не надо делать беременным женщинам с независимостью некоторых показаний. Ну, очень много. Мы можем вот как раз тема, мифы, мифы в акушерстве. Читайте, вот первый совет, читайте правильные книги, да, педагогам, для студентов. Я почитаю, что на этом этапе нужно правильные вещи читать. Да, вот Садат Ханум правильно сказала, что она говорит, что наши протоколы по маточному, по ведению маточных кровотечений очень схожи. Я знаю Вафу, Ханум Гурбанову, которая тогда составляла... Она прекрасный специалист. она была оппонентом моей диссертации кандидатской. Она очень хороший человек. Вафу, она тогда была с группой акушергинекологов, они составляли эти протоколы, и они именно брали протоколы королевского общества акушергинекологов в Великобритании и составляли их приблизительно вот на такого же уровня. Поэтому я понимаю, что ваши очень близки к нашим, потому что практически они отражают здешнюю практику. потому что... Я хотела бы уточнить вопрос студентки. Она, наверное, имела в виду, чтобы она получила ответ на свой же вопрос. Она, видать, имела в виду угрозу прерывания беременности в первом триместре, когда назначается Утаржистан. Вот этот вопрос был, скорее всего, вот этот. Я не поняла, да. То есть понятия гипертонуса нету, понятия... Угроза прерывания беременности в первом триместре и назначение длительное назначение Утаржистана. Да, да. До 12 недель. Да, вот, наверное, вот вопрос был именно вот тот. Значит, было... Сейчас скажу. Полтора года назад, два года назад закончилось очень большое рандомизированное исследование. Его вела профессор О'Брайен. Она была главой этого проекта. Она профессор из Шотландии. Они делали рандомизированное исследование по использованию прогестерона для сохранения беременности во втором и третьем семестре. Во втором семестре. И они доказали, что прогестерон ни в какой форме, ни в инъекциях, ни в свечах, ни в какой-либо другой препарации, ни в каких-либо других вариантах, не помогает пролонгирование беременности. В нашей больнице, которая находится на базе, потому что у нас клиническая больница, она находится на базе университета. Значит, в нашей больнице есть такой профессор Кумарасами. Они проводили большое исследование по первому триместру для использования прогестерона. И тоже доказали, они доказали, вот недавно у них была публикация, что статистически, да, прогестерон помогает, но они не доказали, статистически, они не достигли вот этой очень важной статистической как бы разницы. То есть мы опять-таки здесь, особенно в частном секторе, они используют свечи прогестероновые, не инъекции, свечи, они называются циклогистан. Ну, наверное, это тоже утроджистан, тот же самый прогестерон в свечах, скорее всего. Первое место, да, последствия на плод они не оказывают, впоследствии на плод оказывают прогестерон использованных на более подних гистациях, и это было бы доказано через рандомизированные исследования, которые делают шотландцы. Спасибо большое. А здесь вот ребята спрашивают, какую литературу для резидентов вы советуете, вы, если не ошибаюсь, на каком-то из слайдов продемонстрировали книгу, вы не могли бы вернуться к этому? Что им читать, если мы говорим про правильную литературу? Ну, все зависит от того, владеют они английским языком или нет. Ну да, уже все владеют. Ну да, если все владеют, то вот именно для студентов, я сейчас скажу. Это называется, значит, есть понятие Oxford Handbook, то есть очень большое количество Handbook Oxford, вот эта книжка, но эта книжка рассчитана, там, видите, написано Emergency, а есть только зеленая такая же, написана о кушетстве гинекологии. Ее удобно, она как Pocketbook, ее удобно в кармане держать, и там очень так сжато, небольшой объем, а именно сжато, конкретно вот что нужно по каждой акушетско-гинекологической патологии. Спасибо большое. Федохам, здесь вопрос по поводу перерезания пуповины, правда ли, что ее производят через 10-15 минут после рождения ребенка, на Западе такое существует? Это неправда. Мы делаем, это называется delayed cold clamping, да, мы задерживаем перевязку пуповины, но не 10-15 минут, одна минута. И это только в том случае, да, это только в том случае, когда вы родозреша, делаете кесарево, вы вытащили ребенка, и у вас ребенок закричал сразу, вы понимаете, что у вас абгар будет хороший, у вас нет никаких проблем. И тогда я киваю, он кивает, и мы одну минуту стоим и ждем, и разговариваем. А если у вас, например, вы почти, не знаю, фитальный дестресс, у вас отслойка, или у вас кориамнионид, и вы идете на экстренное кесарево, вы достали ребенка, который ватный, не дышит, не кричит, разумеется, в этом случае delayed перевязывание пуповины ждать минуту не стоит. Понятно, спасибо большое. Есть еще вопросы? Студентов или резидентов, врачей, кто сегодня с нами? Вроде нет. По-моему, нет, но... А это хорошая тема, Зара Хану, мифы, мне понравились. Да, я хотела, ну, по-моему, даже, да, одно из названий, вариантов было, вот это, мифы в окушерстве, да, это... Это хорошая тематика. Это еще хорошая тема, раз уж мы начали со студентами говорить, помните, вы тоже предлагали, ну, не только для студентов, для молодых врачей, действительно, учитывая ваш опыт, действительно, я знаю, что вы прошли этот сложный путь, это очень-очень непросто, да, ну, вот, абсолютно полным уважением, действительно, к вам, потому что я знаю, как, да, как это сложно было пройти отсюда и оказаться там, и занять те посты, и иметь те достижения, которые вы на сегодняшний день имеете. Вот, чуть-чуть, может быть, ребятам поставить какие-то, ну, я не знаю, какие-то метки, по которым им было бы идти легче. Вот, помните, мы говорили, что такую, одну из презентаций, или такую лекцию, она, наверное, больше в вопросах и ответах. Я думаю, скорее всего, да. Ну, прежде всего, люди должны определить для себя, хотят ли они работать за рубежом. Да. И если да, то почему? То есть, хотят они жить за рубежом, и поэтому там работать, либо хотят они там работать, а, соответственно, и жить. Очень важный фактор. Да, да. Потому что очень много определяет. А потом уже в зависимости от того, да, хотят, это какая страна. Потому что на данный момент есть варианты подтверждения своего диплома Азербайджанского медицинского университета в разных странах. На тот момент, когда я это делала, это было возможно в Великобритании, в Америке, всегда было возможно, и в одной из скандинавских стран, по-моему, если я не ошибаюсь, в Швеции. Американский экзамен является весьма сложным. Весь американский тренинг, его проходить очень, он намного дольше, намного сложнее, этапов очень много. Преимуществом американской системы является то, что для врачей, что после того, как ты подтвердил свой диплом и работаешь в определенной специальности, то есть там совсем другие зарплаты. Американские врачи получают хорошо, но у них ненормированный рабочий график и очень большая легитимность там. Все-таки здесь мы не так связаны с юристами, которые сидят у нас на хвосте, как в Америке. Ну да. То есть это занимает дольше времени, это трудоемко, но вы будете получать больше, но, соответственно, и будете страдать больше. В Великобритании, экзамен несложный, но опять-таки по всей медицине, то есть это не то, что там я педфак, я буду сдавать только педиатрию, там лечфак, я буду сдавать только хирургии медицины. Это вся медицина, тоже в два этапа. Потом как бы вариант вашей резидентуры, который два года. Здесь он называется Foundation Year One и Foundation Year Two. Во время этих двух лет они проходят практику в разных специальностях. Ортопедия, общая хирургия, медицина, палеоативная медицина, акушерская гинекология. Там в каждые по 2-3 месяца, что дает им возможность а. приобретения навыков, б. вариант, возможность правильного выбора именно той правильного выбора именно той специальности, которой они хотят посвятить свою жизнь. И в Швейцарии я не знаю, какой экзамен. Я не знаю, как его проводят. Мы можем об этом, да, можно выделить прямой эфир или что-то такое. я по поводу родов на дому. Да. По поводу статистики осложнений или тайных исходов. Есть какие-то данные? Действительно, стоит ли игра свеч? Игра стоит свеч. Игру стоит пропагандировать. У нас дело в том, что есть три варианта рода разрешения. Ну, четвертый под кустиком в машине, это всегда существует. Там не доехали, родили в кар-парке. Значит, опять-таки, я возвращаюсь к советской медицине, чтобы была очень хорошая система диспансеризации. Так вот, в Англии, то есть в Великобритании, является, они всегда здесь говорят, что очень важно антинаталь, вся антинатальная служба построена на уменьшении риска. Называется риск редакшн. И, то есть, вы ведете больную правильно для того, чтобы уменьшить риск возникновения любой патологии при беременности и в родах. Те больные, которые низкий риск фактора, то есть, к примеру, она здоровая, она молодая, она уже двоих детей родила, к примеру, третьей роды, и у нее нету никакой патологии, и такая женщина хочет рожать дома. Ну, почему нет? У нее есть свои причины, у женщин могут быть свои причины, почему они хотят, чтобы это произошло дома. А тем более, сейчас с ковидом это будет встречаться все больше и больше, когда больные даже боятся приходить в больницу. То есть, для такой категории населения, когда есть диспансеризация, когда есть оказание родоспомогательной помощи на дому, почему нет? Выходит на дом высококвалифицированный специалист. Здесь акушерка, это высококвалифицированный специалист, который обладает не только навыками правильного родовозрешения, но еще навыками правильного введения такого послеродового периода, и кубации, как бы, в основном правильного распознавания ургентности ситуации, в которой она не может уже, он ончуряйдует, и она должна вызывать амбуланс, чтобы бог остальные срочно в больницу из этой серии. Вот так, вот этот, они достигли этого очень, в этой стране это очень хорошо поставлено, очень хорошо квалифицированно акушерки. А врач может выставить противопоказания, запретить, да? Запретить не можем, можем не посоветовать. Например, вот я веду клинику, которая называется каждый четверг у меня антинатальная клиника, я специализируюсь, я их называю пышки, руанская пышка. У меня женщины, беременные женщины с повышенным весом. Вот эти пышки приходят в больницу и, соответственно, вот они высокого фактора риска, потому что мы знаем, что избыточный вес каким последствиям приводит при беременности и, самое главное, в родах. У них может быть высокое давление, у них больше шанс кесарево сечения, у них больше шанс после родового кровотечения. Если такая больная вдруг говорит, что она хочет рожать на дому, я не имею права сказать нет, запретить одеть кандалы и привезти в больницу. Это вот здесь так не делается. Но мы обязаны написать отчет о том, что мы не рекомендуем, потому что и надо все расписать. Потому что если завтра что-то с ней произойдет и дело попадет в суд, я скажу, что я ее предупреждала, что она может кровить, потерять ребенка, умереть сама и так далее. Ясно, понятно. Понятно, спасибо большое. Вопрос. У нас сейчас тенденция к Германию, в Америку сложно, дорого. Не знаете, на каком уровне гинекология в Германии? Ох, как знаем. С Зарочкой мы познакомились именно в Германии. В то время группа студентов посылались на практику в Германии. И вот тогда в первый раз, в принципе, я до этого не видела никакие больницы заграничные. Мы попали как бы в западную клинику и видели, как они там работают. У них очень хорошие условия, медицина на хорошем очень уровне. И опять-таки ситуация с пандемией доказала, что Германия в плане здравоохранения находится на очень высоком уровне. Так что, если вот, скорее всего, профессор Магалов, у него есть связи с Германией. Если кто-то имеет до него выход, он, скорее всего, лучший советчик в плане того, как подтвердить свой диплом в Германии. А он у нас лектором. Я думаю, что вы сможете напрямую, ребята, задать ему этот вопрос. Да, еще вот у нас был врач, он с нами учился в параллельном потоке. Он достиг очень высокого уровня. Он консультант отоларинголог Мурат Шахалиев, по-моему. Шаралиев, Мурат Шаралиев. А, нет, нет. Я с вами учился. Нет, правда? А, нет, нет. Я ошибаюсь. Я ошибаюсь. Нет. Он вот достиг, он стал консультантом отоларингологом и сейчас, по-моему, вернулся в Азербайджан. Он делает уникальные операции по внутреннему уху. А, да, это буквально по пальцам пересчитать. Да, да, да. По кутрою. Двое людей я могу посоветовать как те, которые могут дать какие-то рекомендации по поводу... Вот такой же вопрос по курсам и резидентуре в Великобритании. Если знаете ли вы какие-либо курсы чисто практически для резидентов и молодых врачей? Бывают такие курсы? Да. Значит, есть вариант того, что, например, вы не хотите приехать здесь работать и подтверждать свой диплом. Вы просто как... Вы уже специализируетесь. Например, вы акушер-гинеколог или вы там андролог или эндокринолог или как Зарочка реаниматолог и вы хотите просто пройти какие-то курсы. Такое возможно. Это называется clinical attachment. Опять-таки, я не знаю, вот после, когда мы все переживем COVID, насколько это все будет реально, но вы можете делать наблюдать... Вы являетесь наблюдателем. Вы не можете прикасаться к больным. Энди-покет, да, они говорят, да. Да. А то, что касается подтверждения дипломов, да, есть разные курсы. Экзамен называется PLA на английском. Вот сейчас я здесь напишу, и если вы Google сделаете, называется Professional Linguistic Assessment Board. Это то, что работает в Англии для подтверждения диплома. Сначала сдается экзамен на язык в British Council, нужно набрать определенный балл, а потом сдается вот этот экзамен по всей медицине в два этапа. Сначала теория, а потом практика. Ясно, спасибо большое. Ну, мы сегодня рекорд, по-моему. Есть еще у кого-то вопросы? Почему я так гром? Есть вопросы еще? Если нет. Да, есть? У меня я не вижу. Я не вижу, нет. Да, в чате тоже, и так живую тоже, по-моему, нет. Ну, действительно, на мой взгляд, было очень-очень интересно. Я думаю, что все и студенты, и молодые врачи, и практикующие врачи тоже смогли получить ответ на свои вопросы. Я благодарю вас, Видаха. Очень приятно было вас сегодня здесь видеть, слушать. Еще раз спасибо всем слушателям. Спасибо, Федоран Хам. Я думаю, что мы еще увидимся, мы вас просто так не отпустим. На перспективу мы что-нибудь еще такое придумаем. Да, все вот пишут спасибо, интересная лекция, очень отличная, интерактивная. есть очень много той информации, с которой хотелось бы поделиться, особенно, знаешь, как просто поделиться, чтобы этим обладали, как, например, сегодня брать магнезий сульфат, вот, Саадаха узнала, и мне было бы очень радо, чтобы она кому-то другому передала. А ты знаешь, в каждой области здесь, в акушерстве, гинекологии, есть очень много таких нововведений, которые могут изменить практику акушер-гинекологов, действительно помогать людям. Да, совершенно верно, это отлично, когда они несут это, да, переносят вот в свои клиники, каждодневную свою работу, вот оно, да, вся фишка в этом, это прекрасно. Спасибо большое, мы с вами увидимся в четверг, немножко нестандартный для нас график, я для наших слушателей, занятие будет, вебинар будет в четверг, его будет проводить профессор-искардиохирург из Италии, профессор Джамберти, презентация будет на английском языке, но по поводу вопросов мы переведем, по поводу не страшно, но сама презентация будет на английском, вот, то есть график на следующей неделе немножко другой, четверг и суббот, у нас будет всего два занятия. Спасибо еще раз вам, Пинахам, спасибо всем, ну, до встречи в четверг, спасибо большое. До свидания. До свидания, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Продолжение следует...